здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим с вами о таком важном мероприятии в саду и в огороде как дезинфекция и обработка почвы после уборки урожая и уборки растений из гряд особенно актуальным это является в случае если вы выращиваете растения защищенном грунте в этом случае почва зачастую не может быть как следует промыта различными осадками влияние внешней среды на такую почву минимизировано как правило в таком защищенном грунте одни и те же растения выращиваются много лет и часто можно услышать что вот еще пять семь лет назад мы помидоры убирали ведрами а уже сейчас последнее время они что-то не растут что-то плохо себя чувствуют вроде бы и сорта хорошие вроде бы условия хорошие вроде бы и поливы но урожая к сожалению не радует это может быть связано в том числе с накоплением различных метаболитов то есть продуктов обмена веществ растений в почве в теплице это может быть связано с накоплением инфекции в почве в теплице это может быть также связано с накоплением различных пестицидных веществ которые огородники используют для защиты растений случае открытого грунта вымывание различных вредных веществ из почвы будь то метаболиты самих растений или пестициды происходит естественным образом в результате осадков в случае же если это защищенный грунт то вымывание таких веществ достаточно затруднительно в этой связи необходимо предпринимать определенные меры для того чтобы оздоравливать почву и убирать оттуда в особенности остатки различных пестицидов не секрет что многие огородники все еще используют ридомил может быть остатки фундазола может быть какие-то инсектицидные препараты группы никотиноидов может быть какие-то фунгицидные препараты триозольные или какие-то еще другие все они имеют свойство накапливаться в почве конечно все эти остаточные дозы негативно сказываются на последующих урожаях еще кроме того растения во избежание внутри видовой конкуренции с помощью корневых выделений регулируют интенсивность роста растений находящихся по соседству в том числе и своего вида в этой связи при выращивании томатов из года в год из года в год в одной теплице или огурцов или каких-то еще растений вот эти вещества которые препятствуют нормальному хорошему росту растений этих же самых видов начинают накапливаться и негативно воздействовать на растения высаживаемые в очередном году поэтому необходимо обработать почву чтобы обработать почву в теплице существует множество различных методов однако многие из них показывают свою низкую эффективность первое чего хочется избавиться огороднику и садоводу это от накопления там инфекции к сожалению для того чтобы избавиться от высокого инфекционного фона в теплице именно в почве необходимо применять какие-то огромные совершенно нереальные дозы различных дезинфицирующих веществ все это опять же накапливается в почве опять же негативно начинает сказываться на растениях которые будут там высажены активные элементы многих дезинфектантов начинают накапливаться в продукции что нам совершенно не к чему поэтому использование различных дезинфицирующих веществ будь то там стиральные порошки еще что-то подобное в этом роде то что некоторые блогеры предлагают своих выпусках является совершенно чудовищным и абсолютно неэффективным использование препаратов йода с целью дезинфекции теплицы именно почвы теплицы от различных инфекций также показа показала свою неэффективность этого йода надо внести в почву какое-то огромное колоссальное количество для того чтобы достичь определенных эффектов к сожалению даже поверхностное нанесение рекомендуемых растворов йода в почву не является эффективным таких препаратов как например форма йод далее протравливание почвы минеральными дезинфектантами наподобие медного или железного купороса также является неэффективным и приводит к накоплению высоких доз этих металлов особенно опасно накопление медного купороса поэтому этот метод я вам категорически не рекомендую одним из эффективных методов дезинфекции почвы признано пропаривание почвы специальными промышленными пропаривателями однако обыкновенному дачнику огороднику такие методы недоступны а замена почву является чрезвычайно дорогостоящим мероприятием поэтому необходимо поискать какие-то альтернативы иногда рекомендуют использовать в качестве дезинфектанта почвы в защищенном грунте перекись водорода определенное рациональное зерно в этих рекомендациях есть дело в том что когда перекись водорода попадает в почву начинается активное окисление различных органических веществ почвы в том числе и микроорганизмов поэтому инфекционный фон несколько снижается однако для того чтобы этот метод был эффективен необходимо внести достаточно высокие дозы перекиси водорода что является весьма и весьма дорогим удовольствием кроме того эффективность перекиси водорода очень сильно зависит от температуры при температурах ниже 15 градусов использование перекиси водорода становится малоэффективным кроме того многие микроорганизмы и патогенные микроорганизмы содержат такие ферменты как каталаза и пероксидаза что это такое это специальные системы живых организмов вот тут у меня просто зернышки фасоли залитые перекисью водорода и можно видеть вот такое вот пенообразование вот эта пена не что иное как кислород который образовался в результате воздействия ферментов пероксидаза и каталаза на перекись водорода в результате чего получается вода и кислород таким образом живые организмы защищают себя от избытка вот таких вот перекисных соединений а именно перекиси водорода поэтому использование для дезинфекции почвы перекиси водорода вот в таком чистом виде является совершенно неэффективным для того чтобы решить этот вопрос а также вопрос окисления остаточную доз пестицидов которые могут находиться в почве а также окисление различных аллелопатических корневых выделений которые оставляют после себя растения которые могут препятствовать впоследствии нормальному росту и развитию последующих культур я рекомендую вам следующий рецепт рецепт этот очень прост весьма эффективен и достаточно дешев этим способом достаточно широко пользуются за границей например соединенных штатах канаде и других странах у нас он еще не нашел такого хорошего широкого применения однако он может использоваться защищенном грунте но с некоторыми ограничениями разговор у нас пойдет о использовании над уксусной или перокси уксусной кислоты как ее приготовить домашних условиях это очень просто для того чтобы использовать эту кислоту приготовить ее необходимо взять 2 литра уксуса стоимость 1 литра уксуса по крайней мере в беларуси примерно половина доллара соответственно 2 литра уксуса это будет 1 доллар я беру обыкновенный столовой 9 процентный уксусная эссенция наших магазинах не продается и мне понадобится 400 миллилитров аптечной перекиси водорода самый самый простой она стоит примерно полтора доллара соответственно вся стоимость вот этой системы которая вам предлагаю будет два с половиной доллара нам понадобится 3 литровая банка в 3 литровую банку мы переливаем наш уксус 9 процентный уксус если у вас есть запас аккумуляторной кислоты или серной кислоты вы можете добавить в эту систему буквально половину чайной ложечки серной кислоты это усилит и ускорит процесс будьте осторожны уксусная кислота является довольно летучим веществом и поэтому необходимо всю эту процедуру делать на свежем воздухе и не приближаться близко к отверстию горлышку банки для того чтобы пары уксусной кислоты вас случайно как-то не не обожгли ну или не вызвали слезотечения хотя 9 процентный уксус не так уж и опасен вы также можете использовать различные средства защиты такие как перчатки очки и так далее после того как мы вылили наш уксус 3 литровую банку добавляем сюда всю нашу перекись водорода все наши 400 миллилитров закрываем самой обыкновенной крышкой не такая есть тугая хорошо притертая вот и тщательно перемешиваем этот раствор необходимо оставить примерно на одну неделю в теплом месте при комнатной температуре ну или при температуре окружающего воздуха но выше 10 градусов обязательно подпишите эту банку для того чтобы кто-то кто не знает что в ней налито случайно не ошибся и ну каким-то образом не использовал эту банку не не разбил его случайно что-то еще с ней не произошло неприятного потому что этот раствор достаточно есть сейчас я вам расскажу про эту кислоту чем же она хороша во первых она как и перекись водорода обладает очень сильным окислительным эффектом во вторых на вот эту над уксусную кислоту не действуют ферменты каталаза и пероксидаза в этой связи множество вредных организмов которые могут располагаться на самой поверхности почвы в теплице не будут ее инактивировать так как они могут инактивировать перекись водорода концентрация вот этой вот над уксусной кислоты которая должна быть использована в теплице для обработки почвы будет гораздо гораздо меньше эффективная концентрация чем случае если бы вы использовали вот такую вот трехпроцентную аптечную перекись водорода но надо быть осторожным почему потому что вот тут вот у меня в банке есть раствор вот этой вот над уксусной кислоты куда я с вечера положил несколько медных проволочек для того чтобы продемонстрировать вам вот такие сильные окислительные коррозионные свойства этой кислоты из курса химии из быта мы знаем все что уксусная кислота не действует на медь не растворяет медь не способна формировать ацетат меди при помещении медной проволочки например в раствор такой вот бытовой раствор 9 процентного уксуса однако вот это над уксусная кислота растворяет медь поэтому если у вас в теплице имеются незащищенные металлические конструкции а я усиленно рекомендую вам даже если у вас оцинкованные металлические конструкции современной теплицы с поликарбонатом либо покрасить их может быть лаком может быть какой-то краской для того чтобы максимально защитить от коррозии вот эта кислота способна вызвать коррозию металлических конструкций в этой связи если у вас деревянные конструкции или покрашенные масляной краской металлические конструкции вы конечным раствором можете обработать как почву так и поверхности теплицы это будет очень сильный очень мощный дезинфектант случае же если у вас металлические поверхности не защищены при приготовлении раствора постарайтесь обработать только почву и минимизировать попадание этого раствора на металлические конструкции какая уже концентрацию взять для дезинфекции и для такой дезактивации почвы от находящихся там остаточных доз пестицидов и таких неполезных корневых выделений для последующей культуры для того чтобы сделать эффективную обработку необходимо очень легко буквально граблями обработать поверхность почвы чтобы она стала такая немного неровная рифленая затем взять 200 миллилитров вот этого раствора и разбавить его в 10 литрах воды после чего желательно с использованием пластмассовой лейки очень легко буквально по поверхности совсем чуть-чуть пролить вашу почву таким образом чтобы хотя бы пол сантиметра грунта тщательно пропитались этим раствором в каждом случае это будет разное количество потому что состав почвы разный гранулометрический состав разный разная способность почвы накапливать влагу однако по своему опыту вам скажу что 2 3 ведер такого раствора вполне хватает для обработки почвы на площади примерно 10 квадратных метров соответственно вот 2 литров уксуса и 400 миллилитров перекиси водорода вполне достаточно для того чтобы обработать теплицу средних размеров и даже чуть чуть больше среднего после того как вы увлажнили почву нужно снова взять грабли и легонечко еще раз вот эту почву немного немножко как бы помешать ее выровнять для того чтобы влажные участки почвы перемешались подлегающими сухими и раствор более равномерно распределился по поверхности почвы впоследствии после того как различные органические вещества почвы окислятся и дезинфицируются большая часть патогенных микроорганизмов которые находятся на на самой 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 поверхности то есть которые споры упали с поверхности листьев с какими-то кусочками листьев и так далее в этом случае образуется у нас вода и образуется у нас уксусная кислота и кислород там может образоваться поэтому данный состав является абсолютно безвредным для окружающей среды и для здоровья человека в том случае если ну вы используете технику безопасности или средства защиты при разбавлении вот такого концентрированного раствора уксусная кислота обогатит почву органическим веществом которое впоследствии пойдет на питание конкурентной микрофлоры которая является дружественной для тех микроорганизмов которые помогают жить и существовать нашим растениям будь то синая палочка будь то триходерма будь то еще какие-то полезные почвенные микроорганизмы весной уже после того как температура поднимется выше 15 градусов в теплице необходимо конечно же внести будет в почву конкурирующие микроорганизмы сенную палочку триходерму может быть еще какие-то биопрепараты после чего вы можете быть точно уверены что ваша почва будет вполне готова для новых посадок и нового урожая что ж я желаю вам успеха в подготовке вашей теплице к зиме что очень важно и очень хорошо скажется на состоянии растений следующего года задавайте свои вопросы на этом я с вами прощаюсь всего хорошего